В светлый праздник Рождества Христова, которое в этом году совпало с Воскресением Христовым, то есть с Малой Пасхой, во втором и третьем часах пополудни, то есть посредь бела праздничная дня, на десятом километре Кольцовского тракта приключилась двухходовка с участием пяти ТСов, в которой здоровьем покалечились два человека, в том числе пилот, на какое-то время переквалифицировавшийся в пешехода. Декорация такая. День рождения Бога. Всех, кто в теме, поздравляю. Посредь праздника по Кольцовскому тракту со стороны Демидовского аэропорта Кольцова вглубь основного массива Стольного Бурга катились «Газель» и «Ниссан». На десятом километре тракта «Газель» налетела на попутную епошку и «Газелевод» с места ДТП свалил, то есть автоматически подписался под административку. А 62-летний законопослушный рулевой «Ниссана» остался на месте аварии и вызвал ГАИ. Видимо, периодически он выходил из болида размять ноги, а может быть вышел всего один раз, но сделал это максимально неудачно, в тот самый момент, когда началась вторая серия замеса. А началась она ровно через 100 минут после первого ДТП. В ту же сторону, из порта в город, ну а там по-другому никак, ибо односторонка, отделенная от встречки отбойником, катился субкомпактный автомобильчик «Деу Калос», пилотируемый 51-летней дамой. Она налетела на стоячий с первой серии «Ниссан», а следом за девушкой ехала здоровая фура «Скания», которая еще раз ударила маленький «Калос» и снесла пилота «Ниссана», ну того самого, что остался после первого акта, который зачем-то вышел из своего болида и встал на краю дороги возле внешнего отбойника. И волею небес попал под фуру. Но случилось рождественское чудо. 62-летний «Ниссановод» не погиб. Да, конечно, покалечился до открытого перелома ноги и ЧМТ, но выжил в очень сильно неравном бою с огромной тяжелой фурой. Второй покалеченной оказалась 51-летняя пилотка маленького «Калоса», которая попала в замес с гораздо более крупными ТСами и отскочила сломанными ребрами и правой рукой. 7 января 2024 года в городе Екатеринбурге на Кольцовской автодороге произошло несколько дорожно-транспортных происшествий в части пяти транспортных средств, в результате которых пострадало два человека. Для полноты картины еще можно заметить, что во второй серии ко всей вышеописанной конструкции примкнул еще и Hyundai i40. Но это не принципиальное замечание. Он никакой особо важной роли не сыграл и в нем никто не покалечился. Что же касается не пострадавшего, но удравшего с поля боя газелиста, то его естественно ищут, чтобы покарать, ибо он явился первоисточником этой двухходовки. Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к вам о неукостительном соблюдении правил дорожного движения, а в частности скоростного режима, о соблюдении дистанции и бокового интервала.